Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Но прежде всего помнить Господь через свою Матерю, Богородицу. Когда поляки уезжают куда-то, всегда получают эту иконку Чарстаховской Богородицы и нам говорят, чтобы она тебя хранила, чтобы она тебя охраняла. И вот поэтому она сейчас приехала к вам, к жителям Невостока. Она приехала из Польши, чтобы продолжать эту Божью заботу и Божью любовь. Поэтому архитерпийсков сейчас помолится о всех усопших жителях села Белостока. Но когда мы в церкви вспоминаем какое-то событие, это нечто другое, чем вспоминают просто историю, которая была когда-то, может быть, даже много лет тому назад. Мы участвуем в этих событиях, потому что у Господа Бога один день, как тысяча лет, а тысяча лет, как один день. У Бога нет вчера, нет завтра, у Него все сегодня. И вот мы сегодня в духе включаемся с теми людьми, которые 123 года назад основали это село Белосток. Мы включаемся с теми, которые в 1937 году погибли. В первую очередь это были мужчины Белостока. Мы включаемся и в те, с теми людьми, которые 23 года назад еще участвовали на освящении того возрожденного храма, но которое сегодня тоже у Господа. И мы помолимся. Многие из этих умерших, погибших, мы верим уже на небесах, в блаженстве Божьем, а некоторые, может быть, еще нуждаются в наших молитвах. Некоторые молятся сегодня за нас, а мы молимся за всех усопших. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Трет наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам наши, и не велили нас в присушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария. Благодать и полная Господь собою, благословен ты между женами, и благословен Бог, Твоего и Сын Суд. Святая Мария, Матерь Божья, маня и Саня скрешная, ныне и в час смерти нашей. Вечный покой, даруй усопшим Господи, и свет вечный досияет им. Вечный покой, даруй усопшим Господи, и свет вечный досияет им. Допокоиться в мире. Аминь. Вот сейчас пойдем уже в храм. Икону будут нести и жители Белостока, и жители Томска будут меняться. Икона Богородицы, так случилось, что икона Богородицы больше года была в нашем храме в Томске, потому что пандемия не позволила, чтобы освящение храма было в прошлом году. Так что она, вот там, в нашем храме мы молились, мы перед этой иконой. В последнюю субботу мы торжественно попрощались с Богородицей, да? И сегодня, вот сейчас, в этом крестном году, мы унесем икону в наш новый храм. Вот, пожалуйста, такой порядок, что вначале будет крест, и за крестом, который уже приходит, крест, да, идет, за крестом, вот, священники, аппетитископ, Богородица и потом все остальные. Пожалуйста, можно медленно, а вот, и еще, извините, дети, которые сегодня будут принимать первое причастие перед священником. Давайте, вот, вы за крестом сразу, сестра Аня, первые дети, потом священники. Песня. 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 Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Песня «Симон» Возлюбленные братья и сестры, мы с радостью собрались здесь, чтобы посвятить новую церковь для совершения в ней жертвы Господней. С благоговением будем участвовать в этих священных обрядах с верою, внимая Слово Божьему, чтобы наша община, возрожденная от одной крещальной купели и насыщенная от одной трапезы, возрастала в храм духовный и достигала совершенства в любви, собранная у одного алтаря. В 2017 году, 4 года назад, ночью с вторника на среду после Пасхы, значит конкретно с 18 на 19 апреля 2017 года, ну он полностью сгорел. Как вы знаете, все, вот такой грустный день для всех нас. Я помню, сколько наших прихожан в Томске плакало в этот день, вот по поводу того, потому что они приезжали сюда, потому что они знали этот храм и знали вас, жители. Ну, сразу, благодаря благословению и разрешению отца епископа, мы начали думать, и не только думать, мы начали сразу собирать деньги на то, чтобы построить новый храм. Отец епископ сразу поддерживал нас в этом. И средства мы начали собирать везде, где только было возможно. Конечно, в Польше был огромный отклик на то, что сгорел такой старый деревянный храм, он второй старый храм в Сибири, да, католический. Большой отклик. Многие люди давали много денег, но еще больше людей давало маленькие деньги, но постоянно, каждый месяц, каждый месяц. И вот благодаря этому мы уже два года после пожара, мы могли начать стройку. Хочу, чтобы здесь мы все знали, потому что мы будем говорить об этом и будем писать, да, что этот храм, он построен пожертвованием людей, людей, многих людей. И через интернет, на твиттере, много людей там смотрел на информации, вот перечисляли деньги. Стройку отец Кшиштоф начал весной 2019 года. 2019 года, значит два года после пожара. И первую месту он служил здесь уже в храме, который, ну, еще, конечно, там не было ни отопления, ничего, служил на Рождество, на католическое Рождество этого года, 2019 года. Первая места, первая Евхаристия. А после года, а после года, мы были уже готовы освящать храм. И мы уже пригласили отца епископа, мы уже все договорились, что вот 13 июня 2020 года, в день Святого Антония, будет освящение храму. Пандемия пришла, не было такой возможности. Поэтому встречаемся сегодня. Храм построен специалистами, строителями из фабрики леса в Томске, в Мельниково, в Мельниково, в Мельниково, который вот он из прасованного блюса, вот сделан. И, знаете, это все насчет этой истории. Не важно, как он там построен, потом вы посмотрите, увидите, что очень хорошо, но это не важно, что он построен добротой и щедротой людей, и что он построен верой вашей и ваших предков. Без этого не было бы этого храма. И он построен еще горячим и великим сердцем этого человека, который стоит там за мной. Если бы не он, если бы не он, не было бы этого храма. Не было бы этого храма. Вот да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. И перед тем, как отец-епископ откроет торжественно дверь храма, прошу, чтобы подошел к нам Каламин Андрей Николаевич, глава Кривошенского района, который хочет вот поздравить. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые представители католического духовенства, уважаемые гости, дорогие земляки, дорогие прихожане. Поздравляю вас с этим поистине знаменательным и историческим событием. Пусть храм вдохнет новую духовную жизнь на земле Белостока. Пусть он радует гостей и жителей села. Как человек сам верующий, разделяю с вами радость этого события. И сегодня, в День России, это, наверное, вдвойне торжественно. Дорогие друзья, желаю всем мира и согласия. С праздником! Спасибо. Конечно, храм, он маленький на освящении, но он большой для этой общины. Поэтому, ну, не все во время службы здесь не поместимся. Поэтому после службы, кто не сможет, тоже из-за пандемии не будем тесниться сильно в храме. После службы храм для вас. И поэтому можно будет зайти, тоже ударить колокол на колокольню. Поэтому, кто не поместится в храме, пожалуйста, останьтесь здесь, а потом храм для вас. Я еще хочу короткое замечание сделать, но очень важно. Пандемия еще не кончилась, как вы все знаете. И поэтому я очень прошу. Здесь делают фотографии, здесь видео снимают. Но самое главное, мы, люди, должны иметь уважение и любовь друг к другу, чтобы, не дай Бог, не заразить кого-то, чтобы человек после этого красивого праздника не пострадал бы. Поэтому я очень прошу, особенно в храме, где нет ветра, где нет сквозняка, одевать маски. И для старших людей, или для тех, у которых дыхание затруднено и так далее, чтобы, когда нет поблизости людей, можете освободить хотя бы для дыхания. Но как только будет сближение с другими людьми, пожалуйста, одевайте маски и соблюдайте это правило. Пусть все люди через интернет увидят, что католики тоже дисциплинированные граждане нашей страны и выполняют эти требования и правила. Спасибо. Дорогие братья и сестры, а сейчас главный строитель этого храма, отец Пшестов, будет, во-первых, покажет вам маленький ключ, которым отец Ефископ откроет дверь. А потом вручить его отцу Ефископу. Пожалуйста, покажи и вручайте. Вы как видите, у нас ключа от Косковского храма Святого Антония. Спасибо. ПОДПОКОЕ. ПЕСНЯ Возлюбленные братья и сестры, освящая этот дом торжественным обрядом, в смирении назовем ко Господу Богу нашему, чтобы Он благоволил благословить эту воду, которой мы будем окроплены в знак покаяния и в воспоминании крещения, в которой будут окроплены стены и новый алтарь. И Сам Господь да поможет нам, Своей благодатью, чтобы послушные Духу, которого мы тренили, мы пребывали верными в Его церкви. Веру святую храни на концах, Святой Петр и Павел, молись о нас, Святой Андрей, молись о нас, Святой Иоанн, молись о нас, Святая Мария Магдалина, молись о нас, Святой Стефан, молись о нас, Святой Игнатий Антиохийский, молись о нас, Святой Лаврентий, молись о нас, Святой Климент Римский, молись о нас. Сегодня День России, большой праздник, но мы все знаем, что у нас у всех двойное гражданство. Мы граждане России, я почти, но каждый из нас гражданин неба, которые здесь живут в России, в этих местах, гражданин неба на земле, который здесь временно, и которому Бог приготовил это место. Я хочу поблагодарить здесь местных, которые сразу, когда это случилась беда, когда сгорел церк, пришли с помощью, это глава поселения Севастянов Юрий Владимирович сразу попросил, чтобы у нас здесь, в Белостоке, мы могли служить месту временно в клубе. Спасибо большое также Алве Николаевне, что нас принимала эти годы за ваше сердце. То, что Евромиану по Юрию Аминьяковичу, что помог то, что осталось после этой беды нам убрать, чтобы было чистое место на строительство храма. Хочу поблагодарить всех жителей Белостока, которые много помогали здесь, и Олайбаева, Лена, тетя Лена Грик, Модрики, Божичнинины. Особенно в последние моменты, когда надо было все... Весна у нас короткая, мы только месяц как начали, это то, что снаружи, и другие строительные работы проводить. И благодарю также Любу и ее братьев, которые и на лошади, и на очень популярных здесь мотоблоках вывозили все, привозили. Очень благодарны также другим, которые здесь приходили, чтобы помогать, особенно семье Шумских, которые из Москвы, когда отдыхали здесь, из Сургута, Юлии, Тани, Паши, Жене маленькому, и тоже всем, которые были с их семьей, и мужем, Тани и Юлии. И хочу поблагодарить также тех, которые не отказывали помощь, и Коли, и Дубаеву, и Оле. Это все сделано руками людей. Матерь Божья, Ченстуховская, она со шрамом, и она почитается со всеми христианами, католиками, православными. И этот храм помогали строить и католики, и православные. Я благодарю всех, которые здесь провожили свою руку, и каждый, каждый брус, каждая покраска, это тоже участие всех вас, католиков и православных здесь, в Белостоке. Также хочу поблагодарить томских, и наших прихожан, которые здесь работали. Они работали, скажем, по парам, муж и жена, это Андрей Рыбасский, который делает девку с Анджелой, это Василий Дубанос с Оксаной, которые делали теплый пол, укладку, плитку, и тоже особенно Василию, который до конца здесь все делал. Это плита памятная, где осталась часть колокола, и остался язык от колокола, это тоже его художественная и тоже его работа. И также эта плитка и колокол, который потом каждый может зайти и услышать. Звук этого колокола, это подарок нашего владыки для Белостока. И хочу поблагодарить также всех строителей, которые последнее время здесь работали, Григорий и Евгением. Мало времени было, но и лестница, и все, и крыльца, и все. Благодарю тех, которые здесь всегда относятся мне к доброжелательному, когда еду здесь, в Белостоке, несмотря на эти комары и другие всегда открытые, хотят меня кормить, потому что я как монах иезуит один. И я благодарю за ваше сердце, за детей, которые сюда всегда есть, чтобы помочь, хотя детям тяжелой работы мы не можем. И если кого может быть как-то забыл, или не сказал, то еще благодарю из города еще нашей бухгалтерной Эдуардовной тоже, Оли Виригине, которые много помогали. Всем благотворителям здесь и которые приехали сюда, также прихожан наших из Малиновки, из Кривошейно, которые сюда приехали. Старшее его поколение собралось немного, только как-то вижу теть Маруся и Мархель и теть Маруся и только два человека с тех, которые помнят эти смутные времена 37-го года. Мы молились и за всех, которые здесь, которые биты. Мы там перед крестом молились, молились за тех, которые умерли в 37-м, также те, которые погибли во время Второй мировой войны, которых и место захоронения даже никто не знает. Благодарим Бога за то, что дал нам этот храм. Вадыку, который осветил этот храм, всех благотворителей и особенно я благодарю всех жителей Вивостока и наших там ячейк, которые сюда приезжали, помогали, пан Станислав, Аня Комунакова с Богданом и другие, если кого может забыл, простите. Всем благодарю и молюсь за вас. Спасибо. К тому, что сказал отец Кристоф, как хозяин этого места, я хочу добавить еще вот благодарение всем гостям, которые приехали сегодня и тоже тем, кто не мог приехать из-за пандемии, из-за других причин, но они нам написали вот поздравления, они просили, чтобы сказать, что они сегодня соединяются с нами. Благодарю отца нашего настоятеля из Москвы отца Богуслава, который вот прилетел, чтобы поддерживать нас, чтобы быть с нами. Это очень важно для нас, что вот это не так, что мы здесь, вот в Сибири, что-то там себе делаем, а вот наши настоятели в Москве, им это все равно, да, это совсем не так, это совсем не так, они поддерживают нас, они рядом. Благодарю и хочу вот это, чтобы зазвучало все это, что всем священникам, которые здесь работали, отец Алексей Баранников, отец Антон Гзель, отец Марек Яшковский, отец Штефан Липко, отец Адам, отец Иван Лега, отец Андрей Дуклевский, отец Казимир, вот всем им благодарим, всех их благодарим. Тоже сестер, сестер евхаристок, вот без их работы здесь не было бы пастерской заботы, работы, категоризации и так далее. То, что сегодня так храм хорошо украшен, это тоже забота сестер, огромное спасибо и всем другим священникам и сестрам, которые сегодня приехали. Власти Томской области, вот, Ульянов Андрей Сергеевич из Томска просил, чтобы вот сказать, что он соединяется с нами, не приехал, просил, чтобы мы вот соблюдали дистанцию, соблюдаем. Ну вот, все это сказал, чтобы вот передать его привет нам. То же самое Перетягина Елена Владиславовна, председатель комитета по охране объектов культурного наследия в Томской области, она тоже так очень тепло и доброжелательно всегда относится к нам. тоже митрополит Томской и Осиновской и Осиновский Томский и Осиновский епископ Ростислав православный просил, чтобы передать нам привет и не только привет сказать, что он поддерживает нас своей молитвой. Глубоко уважаемые отцы иезуиты, уважаемые настоятели, сестры, жители Белогостока, гости из Томска, Сургута, Кемерово, Новокузнецка, Новосибирска, Иркутска и Полши. Я очень род и очень тронут и хочу в начале сердечно поблагодарить эксцеленцию за пригласение, за пригласение, что не забыл польского консула, что здесь такое большое историческое событие и было бы, наверное, не до конца так хорошо, мило и приемно нам, польским консулам, если мы сегодня здесь не были. Это для нас большая честь и честь для польского народа, для российского народа, для сибиряков. Я очень рад и очень счастлив, что мог взять участь в этом историческом событии, что мог быть свидетелем посвящения этого храма. А как сегодня эксцеленция сказал, во время Слова Божьего Бог может все. И для меня чрезвычайно все как-то складывается уникально, что 23 года тому назад эксцеленция посвятила этот храм. 23 года тому назад в 100-летие деревни вершина. И после 23 лет еще раз посвящает вместе с нами, знамя, потому что каждый захочет свидетель истории этот Божий храм. Огромное, огромное спасибо. И сердечно хотел бы из этого места поблагодарить эксцеленцию за слово, за слово, которое сегодня были сказаны в честь польского народа, за оказанную помощь, поддержку. Я эти слова обязательно передам в Поршу. И позвольте мне передать вам вашему храму маленький сувенир, маленький подарок, который еще не посвящен, но будет посвящен. Это наш великий Папа. Картина, икона Папы Римского Яна Павла Второго. Ваш храм. Как вы прекрасно знаете, в прошлом году мы хотели сделать довольно большое мероприятие, связанное со столетиями с дня рождения Памы Римского. Не удалось, но сегодня удается. Удается нам сегодня передать эту икону Папы Римского, Святого Яна Павла Второго, ваш храм, вашему Отцу Кристофу. Прошу. Это особенный дар, потому что это дар моей семьи. Я сам родился в небольшом городке Польши, и подумал небольшой городок Польши поможет большому белому остатку, вашему храму.